О нарушении условий безопасности жизнедеятельности людей на квартирном жилом доме в городском поселении Щелково по адресу поселок Краснознаменск, улица Льва Толстого, участок номер 24. Третью неделю в заложниках у нового собственника остаются жители самовольно возведенного многоквартирного дома в поселке Краснознаменский. Нынешний владелец участка, на котором возведено строение, не нашел общий язык с жильцами, без света, тепла. В помещениях с электрическими плитами остаются по меньшей мере 30 семей, в которых есть малолетние дети и пенсионеры. Ситуацию в экстренном порядке обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС. По заявлению Ивлева в ИЮ было произведено отключение электричества в вышеуказанном доме. В настоящее время поступают многочисленные обращения граждан по вопросу отключения электроэнергии новым собственникам земельного участка. На 20 сотках для индивидуального жилищного строительства самовольно построены два дома в 50 квартир. Уверенный в своих поступках застройщик успел продать физическим лицам без предоставления собственности как минимум 30 помещений. Суд признал постройки самовольно возведенными и подлежащими сносу. Застройщик вскоре обанкротился. Новый собственник участка, на котором стоит дом, подключенный к инженерным сетям, требует от энергоснабжающей организации прекратить подачу электричества. Люди вынуждены готовить пищу, освещать помещение подручными средствами, что чревато пожарами. Власти неоднократно обращались к собственнику не ограничивать подачу электроэнергии в отопительный период. Но отключения продолжаются. Чтобы защитить людей от произвола собственника, власти приняли решение о введении на объекте режима ЧАЭС. Если других приложений нет, прошу голосовать за подключение электроснабжения к указанному участку, на котором находится объект. Спасибо, коллеги. Следственные органы проверят законность действий, предпринимаемых нынешним владельцем участка. Также администрация оказала жителям бесплатную юридическую помощь, подготовила проект искового заявления по защите прав на приобретённые помещения. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».